Добрый вечер, коллеги! Я понимаю, что все уже устали. Ну, я последний, на мне заканчивается сегодняшний день. Тетенков Николай Борисович, кандидат философских наук. Я буду говорить о философских основаниях, в данном случае, при понимании физической реальности. Ну, известно, что когда, в принципе, наука находится в периоде, то, что Кун называет нормальной наукой, когда она успешна, она, естественно, в духе наивного позитивизма забывает о философии, и говорит, в принципе, я и сама себе философию, я проживу замечательно без нее. Либо она начинает к философии относиться, знаете, как сын, выросший сын к своему уже уставшему и постарейшему отцу. Ну, чего он знает? Чего он может? И только в тот момент, когда в какой-то науке начинается какой-то вот как раз раздрай, то есть возникают новые парадигмы, которые, сталкиваясь со сатарами, и непонятно, кто из них прав, наука, значит, снова вспоминает о философии. Потому что в данном случае, желая выбрать какую-то точку зрения, надо что-то опираться. В данном случае одним из таких оснований, чаще всего, является философия. Я, кстати, сегодня многие доклады слышал, мне понравилось в том смысле, что даже не зная об этом, многие начинают философствовать. Ну, правда, в варианте, как озвучил Гинсберг, хорошие философы часто рождают дурную философию. Ну, просто там тоже есть своя культура, которую надо хорошо знать, прежде чем пускаться в философию. Ну, это я, извините, на один только намекнул, на масонов. Извините, теория, что злые масоны эксплуатируют все человечество, извините, она давным-давно себя и сжила, и гроша ломану не стоит. Озвучивать ее, извините, уже несерьезно, что во времена Эйнштейна и того, даже Исаака Ньютона, заявлять, Земля все-таки в центре Вселенной. Извините, это уже даже не смешно. Я в данном случае выбрал двух философов, как раз период критического положения физики, время образования квантовой механики, и, соответственно, взял двух философов, Бора и Эйнштейна, которые, исходя из разных философских позиций, соответственно, приходили к разным выводам в понимании физической реальности. Ну, больше я о Боре, конечно, буду говорить, потому что Эйнштейне не так всего отругали. Но я все-таки скажу, я об Эйнштейне пару добрых слов. Формирование взгляда Бора, на мой взгляд, больше всего сказали с работы, с которыми он блестяще был, естественно, знаком, это Шарли Ре Вунье, Эмилия Буртру, Сёрина Киркегора и Харальда Хёвдинга, на основе которых далее Борис сделал вывод, что самой физической реальности присуще такое понятие, как контингентность. Само это понятие «контингентность» было введено в онтологии Вольфом. Он, Вольф, определял, что любое событие является контингентным, если противоположное ему не содержит никаких противоречий. Далее понятие «контингентности» было связано у Ре Вьевье с критикой лапласовского детерминизма. Ре Вьевье один из первых, по крайней мере, кто усомнился в строгой законности принципа причинности, так как установление причинной связи между двумя отдельными событиями, разнесенными во времени и пространство, покоится на возможности представить их связанными непрерывной цепочкой промежуточных событий. Ре Вьевье направил свою полемику против понятия причинности как идеалистической категории в кантианском смысле, то есть принципа, без которого познание по стежиму мира было бы невозможным, а также и против причинности как реалистического принципа порядка во Вселенной. Матиориализм по Ре Вьевье ошибается в том, что объект может быть отделен от своего изображения, образа, идеи. А идеализм ошибается в том, что изображение есть, и больше, собственно говоря, изображать нечего. Таким образом, Ре Вьевье пытался как-то примирить постоянно эти два понятия, материализм и идеализм, но, в принципе, знаете, отвлекусь на секундочку, к сожалению, хорошая, в принципе, советская школа философии, многие люди были очень добросовестные, но, извините, идеология иногда правит философией, это очень страшная вещь. К сожалению, советская философия представила историю философии как борьбу материализма и идеализма. А не было этой борьбы вообще никогда. Нет, на самом деле, я могу потом специально об этом поговорить. Не было изначально. Никогда не были античные философы ни материалистами, ни идеалистами. Извините, это коннотации, которые мы им сами потом навешали, и изобразили какую-то простенькую историю. Вот материализм, вот идеализм, они борются друг с другом. Всё просто, ясно и понятно. Не может быть такой примитивной истории ни у общества, ни у науки, ни у чего. Это слишком примитивные понимания. И поэтому очень многие, тем не менее, пытаются как раз и отстраниться, в том числе и физики, начиная с Маха, отстраниться от этих идеалистических настроек, отказаться вообще от понятия идеализма и материализма, как мы уже фактически чуть ли себя не скомпрометировали. Вот именно идеологической своей составляющей. Я продолжу дальше свою мысль. Таким образом, философское прощание с XIX веком состояло в плюрализации понятия реальности. Так как контингентности придавалось не только научное, но уже и философское значение. Сама ранняя история понятия плюрализма, естественно, связана с Лейбницем и Вольфом. У Вольфа под этим термином обозначал тех философов, которые признавали существование более чем одной сущности. И у Канта эта концепция тоже приобретает понятие логического плюрализма, то есть сравнение различных истинных суждений. Однако, в кавычках, цитата, антропология в прагматическом смысле обнаруживает и философско-прагматическое ее изменение. По Канту эгоизму можно противопоставить только плюрализм, то есть образ мыслей, при которых человек и ведет себя не только как я, охватывающий весь мир, но и как гражданин мира. Нет, я могу сучу пояснить. Я просто привык своим студентам объяснять до максимальной ясности. Обычно человек понимает, что что-то темное, ну, некий туман, который там навешивает на уши. На самом деле она всегда пределена ясна и понятна в своих основаниях. Но тогда я продолжу свою мысль дальше. Ренувье также выступал в защите плюрализма, от разных манистических суеверий, и в этом он сильно повлиял на Джеймса, который использовал понятие прагматизм и плюрализм фактически как синоним. Другим таким важным предшественниками идеи Бора является Хёвдинг. Ну, это в данном случае, к сожалению, я их всегда избегаю, но здесь прямые коннотации. Дело в том, что Хёвдинг был для Бора своеобразным главным авторитетом по философским вопросам. Здесь важный был тот факт, что Хёвдинг был близким другом отца Бора, который был профессором физиологии в Копенгагенском университете. Хёвдинг отличался своими антигегелевскими взглядами, а Бор, старший, также был несогласен ни с Гекелем, этот гегельянец датский. И это сближало Хёвдинга и Бора и ставило их в оппозицию в современные мысли того периода. Кроме того, Хёвдинг был блестящим интерпретарем и последователем другого датского философа Сюрена Киркегора. Интерпретировал взгляды Киркегора в том смысле, что мышление невозможно, не может постичь реальность. Любая мысль, что это удалось, на самом деле фальсифицирует реальное и превращает его всего лишь в воображаемое. Вы помните, как и Гегеля. Я опознал мир, после меня Гегеля делать, в принципе, философии везде нечего. Я закрыл все темы сразу. Ну, слава богу, философия об этом не узнала и пошла развиваться дальше. Ну, для себя Гегель себя исчерпал полностью. Вот почему он, кстати, дальше просто даже писать перестал. Нечего, я всё сказал, я постиг. Хёвдинг подчёркивал, что традиционная умозрительная философия утверждает свою способность объяснить всё, но при этом она забывает, что создатель любой философской системы сам является частью бытия, подлежащего объяснению. Систему можно постичь только в одном случае, когда некто имеет возможность осмотреть эту систему как законченное существование. То есть это позиция либо Бога, либо абсолютного наблюдателя, что, в принципе, одно и то же. Одно и то же. Но в силу того, что любой философ находится в этой системе, и мы не Господь, не Господь Бог, мы не можем никогда не постичь ни одной системы изначально. Мы не можем стать отстранённым абсолютным наблюдателем. Мы всегда варимся в этой системе. И человек не может, не внося искажений, представлять себя беспристрастным наблюдателем. Он по необходимости всегда лишь участник. Разграничение между объективным и субъективным здесь является всегда произвольным действием, а жизнь человека — это всегда последовательность решений. Истинный результат человеческой деятельности. Но сам объект познания не остаётся неизменным. Проблема познания разрешима, если бытие как целое может быть выражено с помощью одной из составляющих вещей. Из всех возможностей мысли появляется только одна — в реальности, в том виде, в каком мы её осознаём. Но сознаваемая реальность, она всего лишь часть большего целого, поэтому невозможно создать исчерпывающую концепцию реальности. Щёвдин называл Киркегора единственным индетерминистским мыслителем, который пытался описать скачок. Если скачок происходит между двумя состояниями и двумя моментами времени, то нельзя зафиксировать его. Поэтому скачок никогда не может быть явлением и не допускает своего описания. Ну, тут я опять немножко отвлекусь. Дело в том, что Киркегор сформулировал так. Вот есть пять форм человеческого бытия. То есть каждый человек в состоянии свою жизнь прожить как эстет, этик, мистик, ну, то есть как религиозный человек. Ну, и есть две промежуточные состояния — ироник и юморист. И как раз Киркегор поставил вопрос, вот, а возможно ли человеку из одной стадии бытия перескочить в другую? И как сие возможно? И как это описать? Потому что в литературе у нас, как правило, появляется только одно описание, есть возможное. На следующий день он проснулся другим человеком. То есть человеком с абсолютно другим мировоззрением. Но сам скачок этот действительно описать невозможно. Мы можем описать вот эти стационарные состояния человеческого бытия, но мы не можем описать, как он перепрыгнул из одного в другого. Логически это не прописывается никак. И вот эта идея, в том числе, она перекочевала, Бор был с ней знаком, и она перекочевала, в том числе, и он использовал ее уже, в данном случае, в квантовой физике. Точка бифуркации? Да, в том числе. Ну, в том числе, скачок можно описать, как квантовый скачок. То есть я был здесь, я там. А вот как я там оказался, я не знаю. Просто в этот момент у меня поменялось полностью мое мировоззрение. И более того, моя начальная точка уже не в состоянии объяснить, почему я там. И как этот процесс прошел. В последние новики перехода? Нет. Вот, кстати, у многих писателей пытаются как-то там некие события прописать, которые якобы потолкнули человека к этому решению. Нет таких событий. Потому что они, каждая в отдельности, и даже в совокупности, чаще всего не объясняют, почему этот скачок происходит. Это псевдоаргументация. Синергетики. С чего скачок? Конформное отображение. Конформное отображение. Продолжение. Господа, потом вопросы будут. Уже хорошо, что я породил дискурсию. Мне приятно. Готов с удовольствием об этом еще продолжить. Но я продолжу дальше. Здесь необходимо еще указать назначение детерминизма у Хёвдинга и Бора. Они определяли детерминизм как одну из разновидностей причинной связи, а именно как жесткую, однозначную причинность. То, что мы лапласовски называем. Она отличается от так называемой статистической причинности, которая в этой концепции трактуется как индетерминистская. Бор понимает по детерминизмам представление о причинности как однозначном связи состоянии. По его мнению, описание такого рода представляет собой идеальную форму причинной связи, соответствующую понятию детерминизма. Сам Бор еще особо отметил то влияние, которое оказало на него повесть Мюллера «Приключения датского студента». Ну, мало кто ее слышал, но, может, я что-то новое вам об этом расскажу. Мюллер был личным другом и последователем Кирки Гора. В повести Мюллера Бор обнаружил очень яркий эпизод, который заставил его задуматься о взаимодействии разных аспектов видения действительности разными людьми. Мюллер иллюстрировал это дискуссии между студентами, людьми разных характеров и различных отношений к жизни. И Мюллер выводит образ некого лицессанта, обладающего критическим осторожным созерцательным складом ума, практически кузен, укоряет героя за то, что он не пользуется открывшейся возможности найти полезную прибыльную работу. Герой же отвечает, что из-за бесконечных вопросов он не может ничего достичь. Он делит себя постоянно на бесконечную ретрогрессивную последовательность «я», рассматривающих друг друга, поэтому не ясно, на каком «я» следует остановиться, как на реальном. Как только герой останавливается на одном из них, то сразу тут же появляется новое «я», на котором снова хочется остановиться. В результате возникает головокружение от взгляда в бездомную пропасть. Практичный кузен оказался не в состоянии помочь в сортировке многочисленных «я» главного героя. Но это уже выходит за тему моего в данном случае доклада. Максимум, что он там призывает держаться за исчезаемые вещи, идти дорогой здравого смысла, и в этом видит гарантию, что другие «я» больше никогда не перепутываются. Хёвгин же большое внимание уделял выдвижению проблем, чем их решению. Под его влиянием Бор также предлагал понимать каждую фразу не как утверждение, а как вопрос. По мнению Бора, вопрос состоит не в том, истинно ли определенная точка зрения, а в том, какие аргументы можно объективно извлечь из этой доступной информации. Взгляды Киркигора и Хёвгинга на неизбежно активную роль наблюдателя полностью разделялись Бором. Для него человек был, как анализирующий субъект, занимать центральное положение. Таким образом, Бор взял за основу киркигоровское понимание субъектно-объектного отношения, которое вытекает из возможности самоанализа субъекта. Размышляя о себе, субъект объективирует себя, но в процессе рефлексии субъект никогда не является сам для себя объектом. И субъективное и объективное составляют здесь единство, но обе стороны единства не могут быть рассмотрены одновременно, с одинаковой ясностью. И вместе с тем их нельзя отделить друг от друга. Когда субъект становится объектом для самого себя, его субъектность прячется за объективностью, именно поэтому объективация оказывается односторонней. И чтобы преодолеть эту односторонность, нам снова приходится выходить за рамки объективности и снова возвращаться к своей субъективности. Такое раскачивание от субъективности и объективности по киркигору не является длящимся во времени. Иначе оно было бы объективным переживанием. Такие трансформации происходят мгновенно, то есть скачками. Сам скачок и есть акт выбора. И эта диалектика не ограничена рамками только рефлексирующего «я». Оно свойственно отношению между субъектом и объектом вообще, то есть понятию истины и прояснению смысла. Через Хевдинга Борт также познакомился с философией Джеймса. У Джеймса его интересовали те же философские темы, которые были ранее подняты киркигором, а именно анализ сознания. Наиболее четкое выражение этот анализ нашел в работе Джеймса «Принципы психологии», где также рассматривается проблема, каким образом мышление субъекта может быть объективировано. Джеймс прибегает к принципиально важной для него диалектике субстантивных и транзитивных элементов мышления. Субстантивные элементы соответствуют тому, что явным образом выражает мыслительный процесс, то есть высказыванием и словам. Но в основании непосредственно мыслимого лежат транзитивные элементы, относящиеся к специфическому потоку мысли, к ее переливам. Если мы захотим концептуализировать эти элементы, то есть придать им законченную форму, то они сразу исчезают, разрушаются. Поэтому между субстантивными и транзитивными элементами возникает определенная дополнительность. В переписке Бора и Хёвнинга в 1922 году важную роль играло обсуждение принципа исключенного третьего. Именно тогда Бор высказал мысли, что данный принцип неприменим к миру атомов. Таким образом можно сделать вывод, что формулировка Бора, его принципа дополнительности складывалась под влиянием таких философов, как Киркегор, Хёвдинг и Джеймс. Бора определял также понятие дополнительности как то, что непосредственно выражает наше положение в вопросе отображения фундаментальных свойств материи, которые считались подлежащими классическому физическому описанию, но оказались вне пределов его применительности. Дополнительность характеризует возможные ответы, получаемые исследователем в том случае, когда взаимодействие между измерительным прибором и объектом составляет неразделенную часть явления. Бор употребляет понятие явления только в том смысле, в смысле того, о чем можно говорить однозначным образом. Измерение употребляется здесь в своем прямом смысле, в качестве непосколичественного сравнения с эталоном. Бор указывает на гниосеологическое сходство, характерное для применения понятия относительности и дополнительности. Он указал, что в обоих случаях не предполагаются ссылки на наблюдающего субъекта, так как это препятствует однозначной передаче опытных фактов. В теории относительности объективность обеспечивается учетом зависимости явления от системы отчета наблюдателя. В дополнительном описании субъективность исключается благодаря учету тех обстоятельств, которые делают однозначным применение наших первичных понятий. Широко известно, что Борс с самого начала не ограничил принцип дополнительности только рамками физики. Он придавал ему общекультурный смысл. Целостность живых организмов, характеристики людей, обладающих сознанием, человеческий культур, представляющий собой черты целостности, отображение их требует типично дополнительного способа описания. применение развития терминологии, пригодной для описания более простых ситуаций в области физики, показывает, что мы имеем дело с примерами логической связи, которые в разных контекстах встречаются в более широких областях знаний. И вот здесь как раз надо указать на те расхождения в понимании физической реальности, которые возникли между Эйнштейном и Бором. Согласно Эйнштейну, реальность состоит из субстанций, свойства которых не зависят от отношений между отдельными субстанциями. Согласно Бору, реальность выступает как отношение между субстанциями, а измерение раскрывает некоторые внутренние присущие этой реальности состояния. По Эйнштейну субстанции определяют отношения. По Бору субстанции определяются отношениями. Эти общие философские положения лежат в основании спора между этими двумя мыслителями. На наш взгляд, расхождение между Бором и Эйнштейном это расхождение между антифундаментализмом и фундаментализмом в понимании природы физической реальности. Есть основания полагать, что до конца жизни Эйнштейн был приверженцем картезианской декартовской парадигмы, то есть сторонником той части мира, картины мира, где Бог не играет в кости. Но сегодня их тут поминали уже. Больше как-то нравится все-таки фраза Декарта, что Бог не лгун. Но то же самое, то есть он нам сразу дает истинную реальность и не играет с нами в предки. С другой стороны, философия Бора нельзя считать идеализмом. Она сама по себе нейтральна по отношению к различным направлениям классических теорий познания. У Бора нет прямой отсылки к субъекту и никакие характеристики я Бор непосредственно не связывает с процессами физического познания. И сам знаменитый спор между двумя учеными вёлся вокруг чисто философских аргументов. Позволю себе выразить этот спор в несколько заострённой форме. Кто ближе к пониманию реальности? Декарт или Киркегор? И вот здесь собственно говоря мы видим как сошлись в споре двух физиков две философские программы двух философов Декарта и Киркегора. Николай Борисович ваше время. Да. Ну я собственно говоря специально так закончил. Спасибо. Сейчас одну секундочку я можно выскажу. Николай Борисович небольшой комментарий потом тогда вопросы. замечательное с моей точки зрения выступление Николай Борисович оно показывает каким образом наши мировоззренческие установки влияют на приемлемость для нас тех или иных научных построений. Казалось бы субъективизм в науке не приемлем а вот мне показалось основное что показал Николай Борисович что совсем не безразлична та философия которой придерживается ученый несмотря на все требования объективности к его позиции к тому какую позицию он исповедует. Пожалуйста извините. Извините пожалуйста Вы прекрасно изложили нам историю как-то некоторые вопросы физики с точки зрения какого это я понимаю но у меня вопрос к вам простой Вы можете назвать какие-нибудь свои личные достижения которые добавили в философию чего-нибудь а не историю этого дела нет нет ну вообще-то у меня там две монографии уже написаны это раз и моя пожалуйста я самое я сейчас занимаюсь сейчас как собственно говоря докторская диссертация у меня на эту тему это понятие множественной субъективности ну допустим значит как это может предложить к нам вот мы сидим при холоднике здесь какие дополнительные указания в смысле ради бога только без указания я сюда не указание рекомендации и рекомендации тоже страшное слово потому что я могу только высказать свою точку зрения я не дай бог не имел ввиду кому-то навязать свою точку зрения я в данном случае хотел высказать одну из ключевых вещей понимаете даже сколько бы не открещивались ни физики ни математики особенно психологи сейчас любят это делать тоже отношение к философии как знаете к папе который уже устав всегда в основе ваших мыслей будут лежать какие-то априорные положения не знаю осознаете вы их не осознаете но они всегда будут то есть в данном случае они будут всегда будут навешаны навеяны вами какой-то философии иногда извините самого дурного пошиба которую я вот тут уже сегодня слышал какие рекомендации нам вы можете дать которые не специалисты по философии ой а мне нравится знаете в данном случае сам Бор и сам Эйнштейн в каком смысле они были блестящими учеными но тогда когда они столкнулись с тем что надо свои мысли правильно преподать и объяснить они стали хорошими философами я не про них говорю я про вас говорю то есть нужна какая-то философская культура для того чтобы понимаете ваши во многом идеи замечательные вы их не можете преподать по хорошему Чихурусан потом Николай Васильевич Чихурусан пожалуйста ваш вопрос вы думаете о критике принципа неопределенности Гейзенберга которую Озава Масанау в университете Нагуя предложил ну сразу скажу со стадом что мне высказать какое-то мнение надо сначала об этом прочитать я не знаю поэтому я пока не компетентен в этом вопросе он предложил что можно измерить точно без погрешности кардинат Х и время Т нет но если он это сделал то значит он решил ту самую задачу которую не смог решить Эйнштейн в последние годы своей жизни он долго над ней бился но решение не нашел ну тогда можно только с уважением сказать человек превзошел Эйнштейна решил задачу которую тот не смог ее решить но для этого сначала я все-таки хотел пояснить познакомиться нахально врежусь и скажу что постоянная планка ну и соответственно весь принцип неопределенности с моей точки зрения есть просто заряд термодинамического поля и как мы насчет электрона не можем сказать там какой он точно так мы и насчет этой аши не можем сказать из каких так сказать ну там времени координат или из каких сомножителей оно происходит ну я надеюсь это если это интересно присутствующим я могу об этом более подробно сказать в своем уже научном относиться к николай пожалуйста спасибо только я пока не понял как первая половина вообще связана с вашим вопросом то есть он вообще не вытекает из первой части того что вы сказали теми вашего рассуждения о боре который говорил что если субъект будет считать себя объектом ну и так далее то что вы говорили то я и говорю для чего нужно человечество на планете как объект на планете зачем нужно тем не менее для меня на самом деле эти два вопроса тем не менее пока никак не связывается потому что вопрос смысла жизни человечества это совершенно отдельный вопрос он напрямую с первым не связан я не в смысле о назначении и назначении я о назначении тоже ну понимаете все нюансы для меня сомнительно нет я понимаю что есть некое человечество но с точки зрения философии для меня это абстрактное понятие потому что мы можем понять конкретное но когда кто-то начинает говорить от имени человечества и вспоминать все человечество это у меня сразу по этому поводу рождается огромное сомнение вы в духе антропного принципа я говорю о том что человек как субъект он состоит из множества клеток теперь мы говорим все человечество состоит из многих людей так вот зачем нужно это человечество на планете а зачем клетка на планете кому нужно нет ну здесь как раз именно философские вопросы там зачем человек зачем клетка следующий кто по очереди нет на самом деле вот я и боюсь что к сожалению извините опять же немножко все таки вы знаете вы слишком иногда упрощаете вопросы и даете слишком дилетант вы знаете философы тем и отличаются от физиков тем что они не знают ответа на все вопросы согласен согласен мы мучаемся над этими вопросами мучаетесь